Ну вот, уже почти 9 часов, 8.47, я и выспался и вывалился за окошком. Видим уже, вот там впереди рассело и пора уже вставать. Ну вот, завтракать начну в 9 часов, пока заживаем с вами камин. Камин красиво разгорается. Вот так клубится дым с правой стороны, с левой стороны, полыхает с правой. В спине уже тепло. И вот видим ящики. Вот здесь такие в снегу привёз. Поэтому поставил их вот здесь против камина. Пусть снег тает. Я пока здесь ничего не случится. Вот так вот. Ну а сам приступаю добывать что-то от подруги. Приготовила на завтрак. Никаких сюрпризов. Каша, гречневая и сыр. Сметана. Борщ. Сметана. Ну, а здесь у меня клубника. еще двадцать первого года. Двадцать девятого июня. Так. Её мы подогреем вот в этой пиалушке. Ну, пара ложек хватит. Ну что ж, греем. Эх, задница. от камина. Не просто тепло, а даже горячо. Так вот. Помыл руки горячей водой. И теперь включаем на пару минут клубнику, пока она греется. Перемешиваем кашку с маслицем. Все на улице радует и ветер, и дождь, и снег, и солнышко. Как в песне насчет погоды, природы. И единственное, что я сожалею, что пока еще не пришли ветрогенераторы. и вот эта вот энергия ветра пропадает почем зря. Так. А тут место для каши освобождаем с вами. Вот она как парит гладать. Так. Поворачиваемся коленками к камину. В спине уже немного горячего. Сейчас можно его убивать. Вот так. И как обычно, вам уже знакомая картинка. каша, камин и иний на окне. Камин уже сильно разогрелся. Я не только половину каши съел, колени согрел, но еще и платок носовой высушил. Теперь горячий носовой платок. И продолжаем кушать кашку. Режевую идет до такой степени, что не остается ни одного зернышка на речке. Масса шкорчит. Огонь дымоходе гудит. Теперь дело за чаем из шиповника и бадана, которую на меня тут в термосе наливаем в ту же тару. О, закончился. Наде у меня клубника. Огрелась. Естественно, он холодный. Надо подогреть. Термос-то. Вчера я заварил. Утром. Орла. Жизнь догорелся. А гусятница притащила новая верерка его, заплеснившая. Так, это сегодня было вычищено предварительно, полетилка не осталась вычистить. Ну вот, чай готов. Ну, теперь витаминная смесь пошла. 50 составляющих, около десятка орехов, десятка всяких семян, около десятка ягод, фруктов. Черный чеснок. Какой только экзотики тут, в этом кусочке 30 граммов он только не хватает, даже не знаю, чтобы еще можно было добавить. Вот это нервная смесь. Можно и нужно смело не жевать, а просто вот так запить четырьмя-пятью ложками горячего чая. Ну, остальное с сыром. Ну, остальное с сыром. Пока мы с вами туда-сё, дотроливали, распивали чайок. Вот, согрелся чайник. Наливаем. Так, очередная задачка выполнена. Вот он там плавает, шиповник. Его, как и бадан, можно и нужно заваривать до пяти раз. Теперь открываем дверь. И пора, наверное, подложить камин. Вот тут уже жир набрал в лопатку. Открываем дверку. Сейчас могут угольки посыпаться. Вот так, перчаткой. Всё смахнул. Смотрим. Можно немножко освободить вот так газу. Всё. Так, раздалдим. Это закипело. Всё. Так, раздалдим. Сейчас, наверное, в ящик пошёл. Сверху. Так, как он кипит. Второй ящик. Сверху. Вот это ноги помогут. Ну, а третий ящик. Он разобранный. Вот он. Ещё. Больше. Всё. И можно закрывать. Врата. Вот и всё подкладывание на этом завершено. Ну, вот видели, как дым из камина идёт. Вот с помощью вот этой штучки, которую вставлю в дымоход. Вот. И вот это пылесоса, который может не только всасывать вот через этот канал, но и вот через этот дуть. попробую устранить дым при подкладывании. Позже вам покажу, как это дело делается. Вот с заготовленным сухим песком пропесочил. Вот здесь всё сделано. Вот здесь всё сделано. Лёд, который у меня под ногами. Идём, берём дачку и будем вывозить мешающий снег. Камнемешающий. Особо никому, но пошевелиться надо. Скульптура заняться. Так, здесь приманка не съедена. На контрольно-следовой полосе из золы следов не видно. В этом четырёх-восьми кубом дермисептики всё в порядке. Вот видим, сколько уже набралось ящиков. Нужно резать, не перерезать картонных коробок. Ломать, не переломать. Так, забираем дачку, которая тут хорошо не в снегу. И поехали за снегом. Оно вот здесь около второй машины. Вот этот снег, который некоторые даже ногами сбивается. Вот так вот сейчас пойдёт в тачку и вот туда на кучу. Это физкультура из области, что делает кот. Когда ему делать нечего, вот видим, безнаказанно не остаётся. Вот видим, какие куски я откинул в дороге. И получили сразу наказание. Вот один зуб на вилах ломался. Вот тебе мороз, минус два, а метр уже становится хрупким. Ну ладно, поехали выгружать тачку. Так, около машины едем, а комков нет. Ну, вот там ещё пару больших перекачу. И на этом, наверное, успокоюсь. Ну, согрелся и потерял один зуб на вилах. Вот вам бесполезные телодвижения. Сверху всё видят и за это дело наказывают. По крайней мере меня, это уж точно. Кто каких снеговиков катает и кто как. А я вот такой кусок снега, можно сказать, льда. Где-то килограмм семьдесят. Вот с помощью лома. Вот здесь соседей отковырял. Ну, наверх я его туда затащить не смогу. Отгоню машину, там, пониже. Туда перекачу. Вот уж соседи не видят, как я им освободил. Или освобождаю. Вместо клокалинки. Ну и, как видим, здоровенный этот кусок. Надрывая пупок. Я всё-таки перескантовал. Сюда вот. За яблони. Вот так вот смотрится. Огловище. Точно килограмм под сто оказался. Зараза. Ну ладно. Будем продолжать физкультуру. Время пол одиннадцатого. Очередной большой кусок льда оказался поменьше первого. Но всё равно поднять я его не смог. Поэтому вот так переваливаю в тачку. Фух. Время десять семнадцать. Сейчас очередную тачку с разгоном выгружим с вами. Вот сюда. Как видим, наворочена уже достаточно. Спина взмокла. Хватит заниматься боготворительностью. Ну, килограмм, наверное, триста-четыреста снега. Всё в дом. Сюда под эти две яблоньки, которым со временем лая не хватает, всё-таки я притащил, перекатил, перекантовал. А теперь осталось поставить машину на место. И можно заниматься на третьем этаже. Ну, вот так эта дуристика смотрится со стороны. Всё, перегоняем машину, чтобы она не мешалась на проезжей части. Задом я проехался, а теперь передом. Всё на месте. Вот видим, какие тут следы от трактора. Не меньше десяти тонн нужна была техника, чтобы вот эти ледяные, снеговые куски убрать с дороги, в которых я уже в прошлый раз обуксовал целый час. Ходил и жаловался в городскую праву. Назвонили там по десятку телефонов. И всё-таки, как видим, убрали, разобрались. Почему три дня не чистилась. Инструментарий в тачке. И пошли на третий этаж, уже без неё. Так, снял мокрую. Одел горячую, сухую облылку. В день, как видим, у одиннадцатого. Ну, всё. Можно идти на третий этаж. Ну, конечно же, я не только грызуном приманку подкинул, и снег убрал в проезжей части. Ну, и вот такую кучу инструментария. Сейчас наверх подниму. Ну, для начала одену вот этот длинный комбез ползунки. И... ... ... ...